Проблемы с откачкой талых вод в городском округе Самара нет. Несмотря на внушительное количество осадков, которые Самара приняла в этот зимний сезон, противопаводковая комиссия работает в штатном режиме. Откачка воды с подтопляемой в территории осуществляется регулярно. Для минимизации последствий оттаяния снега и подъема грунтовых вод проводятся работы по открытию дождеприемников и очистке водопропускных труб в теле автомобильных дорог. Для пропуска талых вод подготовлено 1322 дождеприемных колодца, перехватывающих воду с проезжей части. То, что касается водопропускных труб, здесь работы выполнены на 90%. Основная часть у нас водопропускных труб это Куйбульский район. Там ситуация очистка оголовков проведена на 90%. Также мониторим, плюс еще и сами водопропускные канавы и арыки тоже сейчас прочищаются. В период половодия в основном подтапливаются низинные участки дорог, низководные мосты, дачи и сельхозугодия в бассейнах Волги, Сока, Самары и других рек. В областном центре особое внимание в это время уделяют железнодорожному, Куйбышевскому и Красноглинскому районам, то есть городским локациям, которые находятся вблизи водоемов. С 1 апреля работа по мониторингу поводковой обстановки организована на территории Куйбышевского района двумя постами наблюдения за уровнем воды. На достроечном причеле ЗАО «Нефтефлот» Белорусской, 122, приток сухой реки Самары и на базе группы патрульной дежурной службы ГИМС, обувная 1Б. Об обстановке в период половодия информирование населения осуществляется при помощи средств массовой информации, сети интернет и смс-сообщений, сотрудниками полиции, на служебных автомобилях оборудованными громкоговорящими устройствами, а также путем адресного обхода жителей, домов, сотрудниками управляющих компаний. Впрочем, по прогнозу синоптиков весенний поводок этого года ожидают в пределах средних значений. С учетом погодных условий, таяние снега происходит постепенно, что помогает избежать обильного подтопления городских территорий. Ольга Павлова, Константин Головин. События.